Решил последовать за Ним и говорит, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Вот если бы мы могли это сказать искренне и выполнить, куда бы Ты ни пошел, а мы знаем, куда Он пошел. На Голгофу, в сад Гефсиманский и на небо. Он же вознесся. Вот если бы мы решились однажды, стопроцентная гарантия, Господь говорит, приходящего ко Мне не изгоню вон. У отца моего обителей много. Сколько разных обещаний в Священном Писании. А один из них говорит, я тоже пойду, но позволь прежде пойти похоронить родителя. На это Господь говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Значит, мертвецами занимаются мертвые. Вот я гляжу, в православии больше всего любят мертвецов. Я когда еще ничего не знал, но дома у нас были каноны. И там канон за едино умершего. И у меня была мечта, я приходил когда в храм, научиться молиться за едино умершего. За тядьку с мамкой буду молиться. И за дядю Степана. Вот самая высшая мечта моя была научиться молиться. И у православных как приходят, а в каком порядке слова составить. А Слово Божие прямо говорит, в обратном порядке. Мертвецами занимаются мертвецы. И я понял, что я мертвец. Живым надо заниматься. И Господь зовет человека и говорит, он не будет лежать, этот человек, на поверхности земли. Еще ни в городе ни одного не нашли. Его все равно похоронят. И главное, ты не сиди. Господь не сказал, ты хочешь идти за Мною? Вон на горах, видишь там монастырек. Иди туда, спрячься, сиди. А потом я приду, заберу тебя на небо. За Мной. А ты следуй за Мною. Еще. Ибо Царствие Божие благовествуется. Царствие Божие. И дальше. И озирающийся неблагонадежен. А ты иди и благовествуй. Нигде ни на Священном Писании нет то, что ты уверовал. Иди сядь, закройся. Созерцательным мышлением будь. Соединяйся с Господом. Сиди и никуда не ходи. Главная задача оживотвориться и следовать за Христом. Главная задача родиться и быть движимым Духом Святым. Вот это запомните только одно. И программа будет выполнена, если мы это выполним. А как узнать, об Духе Святом или нет? Писание и совесть. Два критерия. Больше нет. Вот рассмотрим несколько мест Писания. Священное Писание говорит так. Откровение 14.14. Кто следует за Господом всюду. Уже в вечности. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они детственники. Это те, которые следуют за Господом повсюду, куда бы он ни пошел. Избранные из людей. Как эти слова понимать, толкует их по-разному. Одни понимают те, которые не женились, замуж не выходили. Другие понимают так, что не осквернились с этим миром. В житиях святых написано. Однажды Пимену Болящему был открыт. Он лежал и не видел, как хоронят мертвецов монахи. Он прикованник в постели. А потом выздоровел, просил у Бога милости и выздоровел. И он пришел. А это кто лежит? В пещерах погребают. А это мантийный. Это мантия уже заслуженный. Там яромонах. Ничего подобного. Там мантий нет. А они там норы долбили. И норы как в пенал, как карандаш, заталкивали мертвец. А они так у них лежали по полочкам. А этот кто? Ну, этот простой, обыкновенный монах. Трудился на кухне, там поварни был. Ох, у него мантия прекрасная. Черт попало, говорит. А потом братья решили проверить. А все знают, хоронили какого года, какое его звание. Того в мантии пышно хоронили. Архимандрит там, яромонах. Вынули, ничего на нем нет. Давайте этого посмотрим. Который поварам помогал-то. Вытащили его оттуда. Он в прекрасной мантии лежит. Господь как бы видение дал. У Бога другая шкала измерения. Это мы здесь считаем святейший, пресвятейший, там, преосвященнейший. Господь покажет судный день. Почему и сказано, не судите никак прежде времени. До кори не принят Господь. Он не пришел. Не могли дождаться, а начали судить. Решать. Собираются старички. Решает, кто святой, кому анапема, кого в ад. Ну и каждый год проклинается. Третья книга Езры. Тринадцатая глава, третий стих. Рассказывается о каком-то муже, крепком. И куда бы он не обращался лицом, все трепетало. Возгоралось. И у него такие же и служители, которые идут за ним. Господь к чему прикасается, написано город и мясо. Верить в Господа, это не просто сидеть. Унильно, глаголюще. Господи, я верю. Перебирать по лесу, и Господи помилуй. Это все надо. Но все это для того, чтобы укрепить человека. А укрепившись, за ним следовать. Это мы привыкли так, что надо три дня. Вот кто-то умер, вы в этот день похоронили. А мы что, чеченцы какие, что ли? Ну, написано, умер она, а не через три часа пришла жена. Уже похоронили, она даже не знала. Это обычай был такой. Через три часа уже все, чистое место вымыли, и запаху нет. А вот самое главное, что там будет. Премудрость Иерарх 14.4 говорит так. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. А обладающие ею наследует славу. И куда бы ни пошел, Господь благословит его. Любящий мудрость благословен Господом. Те люди, которые следуют за Господом, а те, кто не следует, они очень отличаются. Ну, можно так сказать, я следую за Господом. Немножко поговори с человеком, не следуешь ты. Ты Господа совсем не знаешь. Это можем проверить по словам, как он пишет, как работает, как ходит, как общается, кто у него друзья. Хотя премудрость, кем обладает, сразу видно, что он следует за ней. И он, этот человек, покинут и ей не будет. Почему сегодня такая деградация личности? Старики теряют память. Еще не старики совсем. На каждом шагу все забывают люди. И уже писать умеем. И завели разные машины, помогающие для памяти. Особые условия создали нам. Не затрудительные. Ничего нету. И непритружденные мы. Премудрости нету. Благословения нет. Что мешает благовестию Божией? Господь говорит, иди и благовествуй. И назад не оборачивайся. Взявшийся за плуг, должен смотреть вперед к горизонту, куда борозда пойдет. Но не назад. Далеко я отошел от того места или нет. Сколько? Я вот 43 года верую. А мне кажется, как будто я вчера такого вернул. И все время в мечтах повторить все это заново. Какие были счастливые моменты. Как мы всегда собирались. Исследовали Слово Божие. Молитвенные группы составили. По часам, чтобы 24 часа были молитвой заняты. У нас нет этого. Надо попробовать. Чтобы каждый имел свое время и знал, что его ждет. Больше всего мешает мертвец. Вот мы увидели, что он мешает. Его надо было оставить. К нему привязаны. Это мертвые, безнадежные люди. Это тоже мертвецы. Ты видишь, ничего нет. Сын не верит. Дочь совсем даже не думает прийти. Что вы так за детей держитесь? Я вот настоящих героев из вас никого не вижу. У хозяйки, у одной я жил на квартире. Ну, у нее дети. Пятеро детей было. Она как только обратилась за нее с Евангелем. Ну, ей за 60 лет. Она как могла верила. Она в поезде на Новосибирске с искитима едет. Свидетельствует. Ей, мама, что ты делаешь? Другие уговаривают. Улита Григорьевна, ты совсем неграмотная. Я, дети, ничего не знаю. Вы прах. Меня Господь избрал. И грамота совсем маленькая. Но она считала Евангелие, не упускала из рук. И спала под подушку сюда, Евангелие ложилась. У ней трагедия за трагедией в семье произошла. А она шла за Господом. Теперь она отошла вечность. А память осталась. Она садилась, ехала 60 километров и думала о том, как кому сказать о Господе. Господь возбудил ее дух. Евангелие с Лука, 20 глава, 1 стих говорит так. Что такое благословение? Что такое благовестие? Давайте один раз пройдемся по слову этому. Господь говорит, а ты иди за мной и благовествуй. Бесноватого исцелил, а ты иди и благовествуй. Всегда слово шагать и благовествовать. Ноги связаны с языком. Почему? Другие не говорили об этом. Мне сегодня говорят, учитаем Феопана Затворника. Он постоянно говорит, это внутреннее делание, как у Сарафима. Внутреннее делание, созерцание, работать над собой, самосовершенствование. Никто этого не отрицает. Намного не успели. И вокруг него, которые люди были, оглянулись, говорит, никого нигде и нету. Совершенно. Юродствовать придумали. До Сарафима дошло, он говорит, из тысячи юродивых. Один только настоящий. А остальные просто дураки. Они еще до юродства не дошли. Просто придуряются люди. Это ему открыто было. А в России стали славить юродивых. Чем безумнее поступают? Зачем тебе придурять, когда ты в самом деле такой есть? Если ты любишь Господа, ты старайся показать мудрость божественную. Итак, Иисус благовествовал в храме. Нашли место благовестия в храме. А во многих ли храмах России было благовестие? Некоторые первый раз услышали проповедь. Я в Новосибирске заговорил в ограде. Меня со всех сторон облепили там монашествующие люди, бабушки где. А ничего не могли сделать с ними. Тогда одна подошла и говорит, что же вы слушаете? Да это же сектант, баптист. А не монашки от меня сразу раз в сторону. А та подошла. Ох и глупые вы бабы. Ведь он же сейчас так молился в храме. Да баптисты рукой не кресят. Так не баптисты. Они мигом раз опять меня окружили. Люди ничего не знают совсем. А почему наши батюшки не говорят? Вы у батюшек спрашиваете. Батюшка, с тебя тоже будет спрошено за это. Как ты в дороге едешь? Кому благовествовал? Где родственники твои? Мы слово благовестие в быстром темпе сейчас пройдем и поймем, где надо благовествовать. Деяния апостолов, 5 глава, 42 стих. И вам, детям вашим, будем благовествовать. И рассеявшиеся ходили и благовествовали. То есть всем и детям, и где бы мы были в рассеянии, необходимо благовествовать. И Филипп благовествовал где? На дороге, в транспорте. Он подсел когда к евнуху и стал разговаривать. Надо уметь прислушиваться. Разговор повернуть в нужную сторону. У него было благовествие. Филипп не сидел. А потом ангел восхитил и уже он в Азоте. И говорит, иди на пустынную дорогу. Идите по квартирам, идите по домам, идите по улицам города. Деяния, 11, 20 стих. Благовествуя еленам, значит и цыганам, и грекам, и кого не встретите. Благовествие открыто для всех. Деяние, 14, 7. И в дереве, в окрестности их, они были и благовествовали. Это означает и в пригородах, в селениях, в малых селах. Всюду надо благовествовать. Мы просто пройдем за благовествниками, где они шли во времена апостольские. Деяние, 15, 30, 5. Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими. Слово Господне. Значит, вывод один, что не только апостолы, но и с другими многими. А другие апостолы по другим концам разъехались. Кто только обратился, сразу благовествует. Люди прощаются. Ангела вам на дорожку. Златоуст говорит, вы сейчас пойдете, всем расскажите, что слышали. Я один ничего не успею, я стою в стенах этих. Это я вам говорю. Вы многое слышите? Передайте своим. Даже неверующим мужьям, и то похвалите, чтобы они увидели ваши сияющие лица. Ах, как много мы сегодня слышали, как Господь любит нас. Но если не будет сеяния, какой урожай? Если не будем спахивать языком евангельским почвам, что ты туда посеешь? Если не будем забрасывать сети, какой улов будет? В виноградную лазунь и посадим. Какое виноград? Какое вино? Итак, в Иоанне 16.10. Было видение апостолу Павлу. Вот сейчас, если видение есть какое? Пойти в монашество, постришься. А если еще видение было какое? Принять схему. Опять видение? Ну, считаешь по видениям. Видения могут быть. Но почему-то они очень-очень отличаются от тех видений, какие были апостолом. Явился муж. В житиях везде, если явился какой-то во сне муж, то он в тонком сне сказал, прими монашество, пойди к пахомию. А здесь так явился некий муж и говорит, приди к нам, Павел, помоги нам, благовествуй нам, мы Евангелие не знаем. И мы после этого видения положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь. Не будем сомневаться, потому что это слово Божие действительно так. Видений было много всегда, но евангельские видения все направлялись к благовестию, к сохранению жизни людей. Павлу было видение, явился на корабле, и Господь все будут целы, и ты будешь перед императором благовествовать. Ну, сравняйте с тем, считайте, житья или нам, что где-то снится. Зовет нас Господь ночью, во сне или нет. Иногда Господь с людьми разговаривает ночью или во сне, только потому, что днем мы так осуетились, что Бог не выберет малого времени, полчаса даже с нами поговорить. Но уж тут все бросили, под одеяло залезут, а маленько что-нибудь и скажут. Слушайте внимательно, что нам Господь говорит. Деяние 17.18. Апостол Павел проповедовал в городе Вафинах незнакомый языческий город, это не еврейский город, и в Ариападе его стали спрашивать, где он благовествовал, говорит. Что там благовествует? Он Иисуса благовествовал и воскресение. Соедините. Всегда говорит Иисус спас, умер за нас, и Он воскрес из мертвых и нас воскресит. Мы все чадо воскресения. Мы смертные, но смерть побеждена. Первое послание Петра 4.6. Для того и мертвым было благовествуемо. Значит, мертвые для того нужны, чтобы им благовествовать, а не для того, чтобы сидеть и хоронить. Мы к этому и пришли. К римлянам 1 глава 15 стих. Павел говорит, я готов благовествовать и находящимся в Риме. Вот поедем в Москву, это наш Рим, и там благовествовать. Готов! То есть готовность номер один. В письмах кому пишете? В книгах. Римлянам 1.16. Я, Павел говорит, не стыжусь благовествами во Христе. Находится человек в больнице, готовится операция. Ты веришь? Да, верю. А почему ты другим не говоришь? Стыдишься? Да как не стыдишься? Мне один раз спросили только, почему ты на работе открыто крестное знамение не совершаешь? Ты стыдишься? Нет. А почему не делаешь? Завтра я решил сделать. Я понял, что я стыжусь. Но сразу переломил, не дал дьяволу верхом сесть. И с тех пор все кончилось. Крестное знамение совершить в поезд, в автобус садишься. Да одно удовольствие-то. Пусть люди видят, что мы ограждены силой знамения креста Христова. Римлянам 2.16. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков. Об этом нужно говорить. Что будет суд Божий, воскресение из мертвых. Павел говорит, а теперь тайные дела. И людям сказать, ты разве не веришь, что Христос придет судить мир? Больше не надо. Ну и запомни это место. Или выпиши его. Римлянам 10.15. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Умоешь ноги, я их мою для того, чтобы они у меня были готовы на благовестие. Болят, пропаришь бани. Ноженьки я вас парю для того, чтобы вы благовествовали. Чтобы вы ходили. Вы наговариваете с ними? Как разговаривал Марк Фраческий. Блаженны вы руки мои. Вы нигде ничего не своровали. Трудились для Господа. Ноги мои блаженны вы. Куда вы ходили проповедовать? И в тюрьму ходили, и по квартирам. Как вы будете блаженны Царстве Небесном? Научитесь разговаривать со членами тела. Потому что мы видим это у святых. И дальше. 10 глава 16 стих. Ну, они все послушались благовествования. Да, значит, я буду благовествовать, но не все будут. Не огорчайся. Я оказался верным. А это ваше дело. Уверите. 15-16. Да, говорит о благовестии Христовом во всяком месте. 15-20. Благовествовать. Не там, где уже было известно имя Христово. Постоянно старайтесь благовествовать, где люди не слышали. А не так. Переходите к нам, никому не говорите. Человек сам до этого дает. Кого мы из вас звали? Приходи к нам. Мы просто говорили, есть истина. Ищи истину. Кто-то желает пойти в другой храм, там, в Московскую патриархию, в Сарабрес. Садись, посмотри. Сравни. Если ты найдешь, что все-таки у нас больше порядка, а порядок это очень важный компонент богослужения, как у Василия Великого было, тогда стоит, значит, избрать лучшее. 15-29. Я хочу прийти, Павел говорит, к вам с полным благословением, полным благословением благовестия Христово. Полное благословение, я не нашел нигде толкования на это, но думаю, ничего не скрыть. В одном месте она-то говорит. Все сказать. Как верить надо Богу. Как дойти до желаемой пристани. Как преборать все скорби, печали. И 1 Коринфянам 10, 17. Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Вот как. А сегодня любой священник может сказать, а меня послали сюда справить службу и крестить ребятишек. А Павел прямо подчеркивает, меня Бог избрал для благовестия, послал благовествовать. В России-то никогда благовествие не стояло на первом месте. Ни один патриарх этого не сказал. Я для того патриархам, чтобы благовествовать. Или архиерею, я для того поставлен епископам, чтобы благовествовать. И задача-то священника, исполняя все требы, все таинства, помнить, главное назначение это распространение благой вести. Приобретение души бы ничего нет дороже спасенной души. 1 Коринфянам 4, 15. Я родил вас благовествованием. Вы мне найдите одного священника, который сегодня сказал бы так. Не тем, что мокрой ладошкой, пухленькой, волосы пригладил, а который сказал бы, я проповедовал, и вы от проповеди обратились. 1 Коринфянам 9, 12. Вести нужно себя так, Павел говорит, чтобы не поставить преграду благовествованию Христову. Я бы что-то мог себе позволить. Нет, как бы ни сказали, ты проповедуешь, а сам как ведешь себя? Поститься, не постишься, молиться, не молишься, не воздерживаешься, не поставить препятствия, чтобы никто нас не упрекнул. В Коринфянам 1, 9, 14. Господь повелел проповедовать Евангелие и жить проповедующим от благовестия. Еще и награда. То есть кормить должны. Не то, чтобы богатый был, а если благовестник, значит его накормить. 9, 18. Какая награда? За то, что проповедую безмезно, не пользуясь моей властью в благовестии. Благовестнику дана большая власть. Власть. Потому что от него обращаются, он указывает путь, дает совет, и это все надо ценить. Тебе, чтобы шагнуть, сделать, заработать, достаточно пойти, 3 дня поработать, и можешь зарплату получить. Чтобы дать тебе наставление, мне надо десятки лет учиться. Ты маленько, соразмеряй одно с другим. Моей властью благовестий нужно воспользоваться не тиранизируя человека, а только чтобы тебя прокормили. 2 Коринфянам 4, 3. Если благовестие закрыто наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века, сего дьявол ослепил умы. Ты знаешь, почему они не верят. 2 Коринфянам 10, 14. Что мы старались дойти до вас и достигнуть благовествованием. 2 Коринфянам 11, 4. Приходят к вам люди, которые приносят благовестие. Но оно не иное благовестие, только они стараются так его извратить, чтобы против поставить. Вот сегодня Евангелие выносят в церквах, говорят как будто бы, а на самом деле ничего нет. Люди выходят, мы говорим, ничего не знаем. Галатам 1, 6 и 8. Павел говорит, если приходит кто и не то, будет благовествовать, да будет анафема. Эти слова считают те люди, которые под анафемой. Сектанты, еретики, отрицающие троицы. И мы должны разоблачить и сказать, не то, что мы, Павел говорит, а не то, что вы, мы, то есть апостолы. И чтобы доказать, что мы не под анафемой, надо знать, что проповедовали апостолы. Как благовествовали. Галатам 1, 11. И наше благовестие не есть человеческое, оно божественное. И Галатам 1, 16. Открыть волю сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, и я тогда же не стал советоваться с плотью и кровью. Господь посылает нам благовестие. Меньше всего спрашивайте тех, которые могут помешать. А меня как муж отпустит? Да меня дети как отпустят? Не надо советоваться с плотью и кровью. Бог тебя избрал. На благовестие вообще один совет, только от Бога. И чтобы священник благословил. Галатам 2, 2. Когда я предложил мое благовестие особо знаменитейшим апостолам, что я проповедую, не напрасно или отружусь. И апостолы все одобрили апостола Павла. Галатам 2, 5. И когда наступило время испытания, что-то в благовестие вернуется только тем, которые два перста сложат. Вначале Павел говорит, нет, благовестие открыто для всех, и мы никому не уступили этой свободы. Когда на него хотели повлиять, обрезание наложить. В немощи плоти я благовествовал вам. Значит, когда больные и когда нас гонят, нужно благовествовать. Эписянам 3, 6. Мы все находимся в одном теле посредством благовествования. Нас всех соединяет благовестие. Эписянам 6, 15. И обуйте ноги в готовность благовествовать мир ближним и дальним. Филиппийцам 1, 6. Когда меня допрашивали, я знаю, за что меня допрашивали, Павел говорит, при защищении и утверждении благовестия. Он ничего им не доказывал. А он доказывал одно, что я имею право проповедовать, и проповедь это для вас. О, если бы вы все сегодня обратились, когда он беседовал с Феликсом, с Фестом, ты немного не убеждаешь меня сделать себя христианином. Он говорит, молил бы я Бога, много или мало, вы сделали всех, как я. Я не раз разговариваю с безбожниками и говорю, вы хотели что-то, беседуя со мной, чтобы я был как вы. Мне ни один не ответил, нет. Со всеми недостатками твоими, со всем. Я тебе могу сказать, я желаю. И человек дружбу свою направляет так, чтобы друг был похож на него. Вот живите так, чтобы можно было смело сказать, подражайте мне, как я, Христу, как Павел говорит. И Филиппийцам 1, 12. И все отстоятельства, гонения послужили успеху благовествования. Что бы с нами ни было, это все служит к успеху благовествования. Нас здесь гнали, преследовали. Вот сейчас епископ местный против. Это все для проповеди. И мы видим, они ничего не успели, а к нам еще лучше отношения. Филиппий 1, 27. И жить нужно достойно благовествования. Помнить. Филиппийцам 2, 22. Как сын отцу служил мне тит в благовествование. Никодила разжигал, как сегодня послушники. Напоминает Павел. Тимофей служил в благовествовании. И по фразу в благовествовании. И дальше. 1 Фессонникийцам 2, 4. Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовествованием. Значит, надо быть достойным, чтобы Бог тебе верил его. Великое наследие. Фессонникийцам 1, 2, 6. Мы восхотели передать вам не только благовествия Божия, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Пошел проповедовать, готов душу положить. За каждое слово. Поэтому должен знать толкование святых отцов. 2 Фессонникийцам 1, 8. Господь в пламенеющем огне воздаст непокоряющимся благовествованию Господним. Человек, который не услышал и не принял, мы скажем, в судный день это все придет к тебе. Когда Господь с огнем спустится на землю. 2 Тимофею 4, 5. Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Затем опять и есть пископ. Благовестника дело. У него много было дел, он на руку полагал и все, но дело главное благовестника. Я не выдумываю ничего. Почему Феофан Затворник об этом нигде не сказал? Ни разу. Повторяю, ни разу нигде Иоанн Кронштадтский не сказал, что все мы благовестники. Люди с конца вселенной, из порта Артура, присылали ему пископ, пришли нам просворку. Он бы сказал, вы ее съедите на один день, зарядитесь благовестованием, проповедуйте там. Ни разу никто, ни Феофан, никто этого не говорит. Почему? Я делаю вывод только один, они этого не знали. Что вот это читали, оно мимо, говорится, ушей проходило. Больше ничем нельзя объяснить. Святые люди, праведные. Почему они на каждой исповеди не трепали своих подчиненных? И тогда бы революции-то этой не было, а кто бы за это пошел-то? Каждая мать дома трудилась. Они бы не шли там, эти стачки не делали. 2 Тимопея 4.4. Добыча из меня утвердить благовестие, и чтобы услышали его язычники. И Откровение 14.6. Последнее слово. Я видел ангела, летящего посреди неба, который имел в руках вечное Евангелие. А для чего? Вот видите, как выходит над собой диакон, выносит, в руках у него вечное Евангелие. Развернулся, поцеловали, занесли. Не для этого, а для того, чтобы благовествовать всем живущим на земле. И мы нашли подтверждение тому, что в русской православной церкви вот это благовестие было закрыто. А Господь говорит, оставьте мертвецов, а они за мертвецов ухватились. Блажен Господь, что распечатал Евангелие, положил нам на сердце. И блаженно мы все будем, если мы это выполним. Аминь. Аминь. Аминь.